Прощание со славянкой. В Витебске завершился 25-й юбилейный фестиваль искусств. Разрешилась и главная интрига. Наш Алексей Груз получил заветную лиру и гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни. Однако праздник в городе продолжается. В эти минуты на сцене летнего амфитеатра Александр Розенбаум. После его выступления состоится гала-концерт звезд шансона. А завтра жители и гостей северной столицы ждет встреча с Дианой Арбениной и группой «Ночные снайперы». Подробнее о последних фестивальных событиях. Анастасия Буд. Все звезды сошлись над белорусским исполнителем. И он стал не просто первым, лучшим. Интригу держали до последнего. Гран-при 25-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2016» удостоверяется Алексей Груз. Беларусь! А ведь гран-при мог не получить из-за небольшого отрыва в баллах от ближайшего соперника. Но в юбилейный фестиваль что только не случается. Со мной работали очень профессиональные люди. Я считаю, что это лучшие люди нашей страны. Мне кажется, это удалось. Почему свидетельствует вот эта статуэтка и наша общая победа. Безусловно, я дико рад. Я счастлив. За кулисами обладателя гран-при, кстати, встречали не только журналисты. Молодец! Здесь же уже известные артисты вспоминали, какими юными и безбашенными они были в свои 25 ровесниками фестиваля. Я заканчивал консерваторию в 25 лет. Помню. Ужасное время. Ну, для меня, по сути дела, только начало. Я думаю, что и для фестиваля тоже. Я уже был женатым человеком. У меня родилась дочь. Теперь у меня внуки. А 25 лет для Славянского базара – это очень молодой возраст. Но в то же время и солидные. На месяц четвертак. Мэтры сцены признавались. Первые концерты Славянского базара 25 лет назад. Пусть были и скромнее, но не менее дороги сердцу. Я еще с Володей Мулявиной, когда он начинал это движение, он у меня вот сохранился. Первые два концерта еще. Первые два Славянских базара. Володина, там, Бабкина все. Все еще такие юные, такие радостные, такие живые. А сейчас это уже монстры такие все. Сейчас это уже классика. Артистов, кстати, в дни Славянского базара можно было встретить не только в летнем амфитеатре, но и в городе мастеров. Ну а сегодня последний шанс прикупить подарки друзьям и близким. Пожалуйста, привези Руслан домовых. Я говорю, каких домовых? Белорусских. У нас в Беларуси есть домовые. Есть домовые. Привези. Юбилейный Славянский базар, как это ни печально, уже ушел в историю. В личную историю каждого артиста. Леонтьев снова давал сольник, как и 25 лет назад. Пугачева и Галкин вернулись на место своего знакомства. А для белоруса Гросса сцена летнего амфитеатра стала стартовой площадкой в карьере. Вспомнить, пожалуй, будет что. Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебск.